Здравствуйте! Это программа «Спортсто» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Армрестлинг – один из силовых видов спорта, сейчас активно развивается в Норинмаре. О том, что это за спорт и какие спортивные мероприятия были уже проведены, нам расскажет гость нашей программы, руководитель общественного объединения армрестлингов НАУ, Левин Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Что это за спорт такой, армрестлинг? Ну, этот спорт уже довольно-таки популярный, популярный как в России, так и во всем мире, несложный. Проще говоря, борьба на руках по определенным правилам, установленным Федерацией армрестлинга. А вот в Ненецкий округ кто его привез, так сказать, можно? Ну, я занимаюсь армрестлингом уже довольно-таки давно, еще до того, как попал в Ненецкий округ. Но считаю, что в нашем регионе этот вид спорта появился задолго до меня. И как у нас, так и в стране в целом всегда на руках боролись и в этом веке, и в прошлом, и веками ранее. Поэтому, ну, я просто стал активнее его развивать, развивать по правилам Федерации армрестлинга. Вот. Если до меня в основном борьба, ну, проходила за армстолом просто на старт, внимание, марш, то сейчас это уже более правильно, более он усовременен, так сказать, этот вид спорта. А вот как у вас проходят тренировки? У вас есть, может, специальный зал, где вы занимаетесь? Хотелось бы, чтобы у нас был специальный зал, где мы смогли заниматься. Но на самом деле такого зала нет. И, в принципе, для занятий армрестлингом прям супер какого-то современного оборудования не требуется. Достаточно, чтобы был блок вертикальный, стол желательно, чтобы был, ну, гири, гантели. Вот. Такие подручные, так скажем, оборудования с отягощениями, работа с отягощениями. Есть определенная техника, которую нужно отрабатывать. И соответствующие упражнения в основном на увеличение силы пальцев, предплечий, бицепс, спина. Это уже как бы, так скажем, второстепенные группы мышц. В основном предплечье, пальцы. А вот какие у вас спортивные мероприятия проходят? В этом году пока еще не было у нас мероприятий. О том, что предстоит, могу чуть позже рассказать. То, что было в прошлом году, мы провели официально два турнира. Один был в июне месяце, в 2015 году, а второй был в ноябре. Вот. Ну, я считаю, что для таких турниров, которые впервые проводятся в округе, было достаточное количество участников. Что в первый раз, что во второй, было три весовые категории. В среднем 15 человек участвовало. Это для нашего региона довольно-таки достаточное количество для начала. При этом участники были не только из города и из искателей, а также из Красного, из Оксина, из Тельвиски были. Из Великовисточного даже был один участник. Вот. Поэтому проводим, стараемся дальше развивать. Предстоящие мероприятия у нас 30-го числа. Фестиваль силовых видов спорта «Сила Заполярья», где один из видов спорта – это будет армрестлинг. Также мы и армлифтинг начинаем продвигать. Это как одна из разновидностей данного вида спорта, тренирующая силу хвата. А вот что нужно, чтобы победить именно в армлифтинге? Вот как понять, сила хвата? Как они проходят? Ну, для того, чтобы победить в армлифтинге, нужно набрать наибольшее количество, поднять максимальный вес. Больше других участников. Есть тоже правила определенные, установленные Всемирной Федерацией армлифтинга. Есть такая по правилам, там тоже определенные есть категории весовые. Ручка, которая не просто ручка, своеобразно она вращается. Вращается при этом за счет того, что она вращается, человек, поднимая вес, не может помогать себе кистью, предплечьем, потому что рука сразу становится в положении, в котором напрягаются только пальцы. И, соответственно, сила хвата таким образом определяется. Ну, и для этого нужно тренироваться. Как некоторые говорят, что это спорт для ленивых. Потому что необязательно. Достаточно ходить там один раз в 10 дней в зал, тренировать пальцы, кисть, допустим, предплечье. И этого будет достаточно. И поднимать большие веса. На сегодняшний день по армлифтингу есть такой абсолютный чемпион Алексей Тюкалов. 148 килограмм он поднял. А вот как вообще проходят соревнования по армрестлингу? То есть какие правила? Ну, правила такие, скажем, двоеборья, как правило. Это борьба на правой и на левой руках. При этом победитель определяется по сумме набранных баллов как на правой, так и на левой руках. Вот. Значит, выбывание после двух поражений. То есть есть две группы. В начале определяются пары путем жеребьевки. После этого каждый вызывается к столу, пары вызываются к столу, борются. Победитель проходит в группу А, пораженный проходит в группу Б. Пораженный в группе Б выбывает из соревнований. Соответственно, таким образом определяются победители. Есть определенные правила, при которых назначаются штрафные баллы, так называемые фолы. Два фола – одно – это поражение. Значит, участник может быть и сильным, и противник более слабый. Но за счет, допустим, фолов можно проиграть. Хотя кажется, что я вроде был сильнее. А вот сколько человек у нас сейчас на данный момент занимаются армрестлингом в Нейнмаре? Активно? Ну, если говорить о том, что именно занимаются армрестлингом, то это там единицы. Вот. Ну, включая меня. А именно вот ребята, которые участвуют в соревнованиях, таких уже, ну, я скажу, пару десятков наберется. Просто не всегда получается всех собрать вместе на соревнованиях. Кто-то в отпуске, кто-то по каким-то другим причинам отсутствует. Но если у нас появится возможность создать свой тренажерный зал, вот, тогда я с удовольствием буду проводить занятия именно по армрестлингу, вот, рассказывать технику, показывать, какие конкретно упражнения составлять программу. Это все возможно, но пока нет зала. Тот зал, где и занимаюсь я, не всегда возможно вот, так скажем, группой заниматься именно армрестлингом, подготовкой. Потому что там есть и другие, так скажем, спортсмены, которые другими видами спорта занимаются. Ну, и друг другу мы немножко иногда мешаем. То есть я понимаю, даже для армрестлинга нужны какие-то специальные тренажеры, да? Нет, тренажеры не нужны специальные, блок, специальные упражнения нужны. Вот, ну, и все. Ну, соответственно, тоже, как и в любом другом виде спорта, программа, упражнения, там, понедельник, среда, пятница. Я периодически еще езжу в Санкт-Петербург, там у меня мой тренер, он мне также периодически объясняет технику, новые какие-то упражнения показывает, правильность их отработки. Вот, и, соответственно, с этой базой знаний, пополненной, я возвращаюсь и уже, как бы, применяю на практике. А вот можете лично рассказать, почему вы выбрали армрестлинг? Ну, это произошло довольно-таки спонтанно, и я даже как-то не обдумывал это, свой выбор. Это еще было в 2001 году. До этого я про армрестлинг практически ничего не знал, другими видами спорта занимался. Поступил в военную академию, в космическую, в Санкт-Петербурге. А в то время в Питере уже активно продвигался этот вид спорта. И вот в нашей академии были одни из первых в России выходцев, там, титулованных чемпионов именно из нашей академии, которые вот они зарождали этот вид спорта. Поэтому я попал именно вот в то место, откуда, можно сказать, армрестлинг начинался. Поэтому, ну, как бы попал в этот поток, таким образом и заинтересовался, и стал заниматься. Вот, ну, так, в студенческие годы, в курсантские участвовал в соревнованиях. Были определенные тоже победы, вот, и также и поражения. У меня было звание кандидата мастера спорта. А потом уже приехал в Наринмар, здесь одно время не занимался спортом, потому что работа. Вот. Когда уже стало посвободнее, решил опять все эти тренировки возобновить. Вот готовлюсь сейчас к всероссийскому турниру, Кубок Балтики, который в октябре пройдет в Санкт-Петербурге. Спасибо, Дмитрий. Это была программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Сана под руководением Петербург Сана под руководением Петербурга Санкт-Петербург Санкт-Петербург Продолжение следует...